Здравствуйте, это канал Максиманцы и сегодня я, наверное, вам расскажу про наверное, один из самых ленивых телефонов в истории компании Siemens. Речь сегодня пойдет о Siemens C72. Телефон вышел в 2005 году и он, чем он ленив? Он является, по сути, собратом двух моделей C65 и C75. Камера, фокусируйся. Вот так. Собственно говоря, модели также представлены. Речь пойдет про C72. Но и вместе с этим мы сравним с этими тоже. Полазаем по менюшкам и сравним. Чем же он ленив? Во-первых, если смотреть на картинки в интернете, то можно подумать, что это просто упрощенная версия C75, потому что там были вот точно такие же иконки, как у C75 в меню на картинках. И действительно чувствуешь, что просто та же модель, просто с маленьким экраном. Но на деле нет. Как выяснилось, если действительно включать его и смотреть внутрь, то выясняется, что это тот же C65 с таким же точным дизайном в прошивке. В общем, 90% сходств. Но различия между ними все же существуют, и мы их обязательно с вами рассмотрим. И, кстати говоря, речь не только в дизайне. Мы обязательно посмотрим. Ну, что касается дизайна, дизайн тут тоже не свой собственный. Дизайн здесь взят с одной модификацией на C65, CV65. Водофоновская версия C65. Так что, собственно, прошивка, видимо, версия прошивки здесь взята с C75, потому что там особенности у нее свои. А все остальное с C65 полностью. А дизайн с CV65 просто перекрашенный. Такой более черный цвет, темный. Ну, собственно говоря, давайте по характеристикам с вами пройдемся. Что касается характеристик. Поддерживается одна сим-карта. Собственно, давайте откроем заднюю крышку, я вам ее покажу. Я подкладываю бумажку сюда, потому что крышка держится уже на соплях. Здесь аккумулятор емкостью на... Тут и еле видно. 600 мА. Но по умолчанию сюда аккумулятор на 750 мА. Что, кстати, различает его с C65, в котором как раз-таки на 600 мА клали аккумулятор. Здесь более емкий аккумулятор. Есть камера разрешением 640 на 480, но 0,3 мегапикселя. Блин. То, что у камеры с фокусировкой реально проблемы. Вот так. А в то время как в C65 было только 352 на 288, 0,1 мегапиксель. А здесь уже 0,3. Правда, камера умеет только фотографировать, видео снимать не умеет. И видео воспроизводить тоже не умеет. Однако, правда, есть один секретный способ посмотреть видео, который я, надеюсь, не забуду, тоже покажу. Весит телефон 86 грамм. Собственно, экран цветной, TFT, 65 тысяч цветов. 128 на 128 пикселей. В то время как у C65 он 130 на 130. И, в принципе, различий не наблюдается практически. Ну, чуть-чуть побольше, на 4 пикселя. Если есть инфракрасный порт, то и только инфракрасный порт блютуза нету. В режиме ожидания где-то 300 часов выдержит. В режиме разговора не указано тут в характеристиках. Но емкость аккумулятора, сразу скажу, на Siemens аккумулятор держали довольно фигово. Можно было вообще за два дня разрядить. Ну, а если пользоваться в режиме разговора активно, то это явно за несколько часов прям можно высадить. Карты памяти, конечно же, здесь нет. Встроенной памяти здесь только 10,32 мегабайт, что довольно немного. Но для картинок, игр, приложений и, собственно говоря, полифонических рингтонов, ну и там WAV поддерживается еще, в принципе, хватает более-менее. MP3 здесь нету, есть WAV. Здесь 40-голосная полифония. Собственно говоря, по характеристикам прошлись. Давайте посмотрим на его дизайн. Вообще, если пройтись по истории моей жизни, то телефон этот я впервые увидел у одних строителей узбеков, которые дяди моему помогали дом строить. У одного из них был этот телефон, и я его даже юзал неоднократно. И заметил, что он тот же, что это тот же C65, который у меня тогда был. Но, правда, состояние у него было не очень. Он был потрепанный, вот это место все было стерто. И, кстати, даже остался кусочек видео, где я снимал еще тогда, в 2011 году, это на камеру. И, если не забуду, покажу обязательно. Вот, если я не забыл, то вы сейчас это видите. Собственно говоря, этот экземплярчик я купил на Авито. Он в хорошем очень даже состоянии. Правда, единственная крышка держится уже на соплях, но состояние вообще очень хорошее. Кнопки все нажимают, все работает. Клавиши здесь резиновые, в отличие от C65, где они пластиковые. И поэтому пальцы не соскальзывают. Ну и за счет того, что они все различаются между собой по форме, ошибиться с нажатием сложно. Помимо основных кнопок, типа цифр, звездочки, решетки, а также вызова, сброса и вот этих функциональных клавиш, есть клавиши под джойстиком, которые выводят нас в интернет. Касательно интернета, здесь у нас WAB 2.0 и GPRS. Есть пятипозиционный джойстик. У Siemens'а джойстики были достаточно надежные. Правда, вот на Siemens'е M65, вот он, джойстик подвел. Он тут уже не очень держится хорошо. А здесь джойстик реально стойкий, как и у C65. Собственно, они и по формам те же, и по цветам у них в одних и тех же местах имеются определенные такие цветы, раскраски. Но раскрашенные по разному цветам. Классический вариант этой модели есть только в таком цвете, в серебристо-черном. Но есть какие-то дополнительные сменные панели, там синий какой-то тоже имеется. Крышки у них, естественно, совместимые, как и панели. Так что, вполне можно сменять панели. Такой вот динамик. Динамик, он и основной, и разговорный. Здесь зазочек для снятия лицетовой панели. Здесь разъем для подключения внешней антенны и камера на 0,3 Мп. А здесь разъем под зарядку. Он здесь традиционный, семенцевский. Классический. Пора бы включить и сравнить его с C65 и C75. Собственно, мы видим ту же заставку при включении C65, хотя их можно менять. Надо только сфокусировать. Вот так. Экран. Собственно, как мы видим, реально то же самое. Правда, тут в зависимости от прошивки. Здесь у меня вот этот интерфейс полностью загораживает картинку. Вот здесь внизу. Здесь нет. Здесь зеленый кусок торчит от картинки. Ну и еще даты. Год здесь спереди, а тут вот здесь. Но это меняется. Это в настройках все меняется. От настроек зависит. А так дальше. Здесь у нас функции справа и слева. Но поскольку не рабочая сим-карта, здесь информация. А так это все сменяется. Можно любую функцию задать. Ну и здесь, правда, тоже не на каждом экземпляре это. Здесь экран более яркий. Но я бы не сказал, чтобы он был тут более четкий. Но цвета более насыщенные. Правда, он слишком тут ярковат, я бы сказал. Собственно, как мы можем перейти вот в меню. Оно здесь абсолютно такое же. Давайте тут останемся. Это, собственно, сообщения. Списки вызовов. Телефонный справочник. Интернет игры. Органайзер. Камера. Еще файлы. И настройки. Собственно, в смс-чках у нас поддерживается смс, ммс и имейл. Имейл в C65, кстати, не поддерживался. Что вот, собственно, имеется разница тут между C65. Там не было имейл. Общиновики, чат. И вот есть разница в прошивке. Здесь прошивка больше похожа на C75. Потому что здесь есть некоторые различия. Например, если вот здесь галочкой у вас нет текстовых сообщений, то вот тут у вас нет сообщений, и у вас нет сообщений. А здесь в любом пункте у вас просто нет сообщений. То же самое было в C75. Давайте я даже продемонстрирую это. Ну, вот C75, другие иконки в меню и не только в меню. Здесь с C65 все взято в основном. Архивы можно располагать и так далее. Давайте я сразу же списки вызовов. Неотвеченные, принятые, набранные. Удалить списки, время и стоимость. Настраивать тариф можно. Пин-2 код для этого нужен. Я, скорее всего, сбрасывал списки, потому что тут какие-то маленькие совсем списки. Дальше что у нас? Телефонный справочник. Есть контакты. Правда, в данный момент нет. Можно раскладывать. Можно создавать новую. Можно любому контакту задать фотографию. Нельзя, к сожалению, дать определенную мелодию на любой контакт. Но можно распределять мелодии на группы. Есть какая-то визитная карточка, есть группы. Группы можно переименовывать, можно задавать иконку. Правда, только из-за вот этого выбора. Ну и главный справочник. Телефонный справочник. Это сим-карты, адресная книга. Это с памяти телефона, контакты. Дальше интернет-игры. Игры и приложения посмотрим ближе к концу видео. По традиции помощник загрузок. Это одно из приложений. Download Assistant. Закладки. И интернет. Интернет запускать мы особо не будем. Он и так у нас не запустится. Для этого нужно включить GPRS. Я как-то раз на 7С каком-то попробовал в интернет зайти, но ничего не получилось. Так и не загрузился. Есть камера. Может только снимать фотки, видео. Снимать она не умеет. И несмотря на то, что здесь 0,3 мегапикселя, а не 0,1, как и в C65, разница, я бы не сказал, что сильно заметны. Фотки все равно посредственные. А уж особенно по нынешним меркам. Хотя есть, существует... Вот среди кнопочных телефонов, которые нынешние, у них камеры бывают порой даже еще меньше, чем 0,1 мегапиксель. Разрешение там 200 на... 200 с чем-то на 200 с чем-то. Может даже на 100 с чем-то. Скриншот. Фотки. Собственно говоря, вообще в настройках камеры зачем я вышел, не знаю. Есть возможность задавать разрешение. Если мы выберем фон, то эта фотка будет 128 на 128. Все зависит, собственно, от... А, можно будет на рабочий стол поставить такую фотку. В принципе, хорошо. Дальше органайзер у нас идет. Календарь. Календарь довольно удобный. Удобный номер недели даже указан. И в дни недели, и все. Можно задавать напоминалки на каждый день обязательно. Встречи, задания. Все это можно тоже создать. Пропущенные напоминания. Собственно говоря, что вот можно заметить в русской локализации. В английской разницы нету, но в русской есть разница вот, что здесь упущенные напоминания называются. А здесь пропущенные. Также и в С-75 пропущенные они там называются. Разница в русской локализации. И часов пояса там были. А здесь часовые пояса полностью написаны. Часовые пояса. Это можно смотреть разницу во времени с разных городов. Еще вот здесь, когда вот это делаешь. В С-65 там буква А, и вот эта появляется голубая. А здесь вопросительный знак. Что более логично. Так же было и в С-75. Так что тут действительно здесь нюансы с прошивки взяты с С-75 больше. Но это не все нюансы. Мы еще обязательно их рассмотрим. Давайте посмотрим, что находится в пункте еще. Меню сим-карты. Будильник. Будильник можно только один поставить. Но его можно распределить на повторы дни недель. Запись звука. Собственно, это диктофон. Диктофон записывает некачественно и искажает голоса. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Мы проверяем диктофон С-72. Да, иногда даже не разобрать, что было сказано. Есть калькулятор. Как же без калькулятора? Причем можно даже включить расширенный режим, чтобы получить доступ к еще более большим функциям. Так что многофункциональный тут калькулятор. Конвертер величин имеется. Это можно тоже задавать свои, создавать. Что реально очень полезная тоже вещь. На экзаменах всяких может пригодиться. Но только надо, чтобы они запали. Секундомер. Таймер имеется. Дистанционная синхронизация, управление устройством. Это как-то связано с подключением с ПК и передачей каких-то файлов. Я уже точно... Я где-то находил информацию об этом, я уже что-то забыл. Card Explorer это доступ вообще ко всем файлам телефона. То есть тут все просто по папкам разложено. Прям все лежит. Тут файловый менеджер вообще очень классный. Чем собственно Семинцы как раз таки славились? Классный файловый менеджер. Дальше давайте по настройкам пройдемся. Профили. Которые можно настраивать. Можно выключить телефон со всеми сигналами. Когда находится в самолете. Темы. Тем 6. Это стандартная сеть футбол, фанфейр, Симинс, мобайл и Сьюэн. Собственно говоря. Темы все точно такие же, как на C65. Один в один. Давайте разберем каждую по очереди. Давайте посмотрим тему сити сначала. Подсветка клавиатуры, кстати, желтая такая, я забыл показать. Что очень идет к цвету телефона. Садится уже телефон, но я надеюсь нам схватит зарядки, чтобы посмотреть еще что-нибудь более-менее. Неплохо так выглядит. Подсвет телефона очень даже тема идет. Каждая тема не только визуальная, но она еще и меняет заставку при включении и выключении телефона. Мелодию при включении и выключении телефона. Экранную заставку. Фон на главном экране, как вы уже заметили. Город. Давайте фон фейер теперь. Футбол на последок включим. Я думаю мы с ней продолжим. И еще анимацию при поиске сети. Что реально, короче, кастомизация тут просто офигеннейшая. Короче, такой вот тут фон. По звукам с каждой темы мы пройдемся. Siemens Mobile. Это самая простая тема. Можно закачивать свои темы. Можно даже создавать свои темы. Есть для этого специальные программы на компьютер. Я несколько своих создавал. Даже может быть каком-нибудь видео на влоговом канале покажу. Собственно, обычная белая темка такая. CUN. Такая синеватая тема. Здесь какая-то девочка из какого-то аниме непонятного японского. И, собственно говоря, давайте футбол. Футбол это самая такая тема, отличающаяся сильно ото всех. Она такая зелененькая, темная. И мне кажется, фон рабочего стола, главного экрана тоже прикольный. И мне кажется, зеленый цвет к телефону очень идет. Вот мне кажется, на C65... Давайте, кстати, включим эту тему на C65. Мне кажется, зеленый цвет к синему меньше идет, чем к серебристому. Ну и тут еще разница в яркости экрана такого. Собственно, да. Вот этот фон мне нравится больше на C72. Собственно, заставка у каждой темы своя собственная. Так, давайте сфокусируем, посмотрим. Вот как она тут выглядит здесь. Но я обычно ставлю часы цифровые. Давайте теперь посмотрим, что дальше в настроеках. Индикация. Здесь можно выбрать язык. Языков тут не такой уж плохой выбор. Фон рабочего... Главного экрана можно выбрать. Цветовую схему. Это то, что будет в самом меню, но не изменяет фоновое изображение на главном экране, анимации и все и так далее. Логотип это то, что будет стоять у нас вместо того оператора, который тут будет. Правда, тут поскольку поиск сети, это у нас сейчас не прокатит, поэтому не будем это делать даже. Заставку можно сменить. Анимацию при включении и выключении, это все тоже меняется. Приветствие можно поставить. Крупный шрифт. Подсветка можно регулировать уровень подсветки. И контраст. У меня тут и так максимально контрастно стоит, так что не будем ничего прибавлять. Настройки звонка. Вибрация тут слабая, но здесь есть несколько вариантов вибрации. Вибрация слабая здесь. Каждому пункту можно громкость задать. Это, собственно, можно назначить мелодию на определенную группу. Можно выбрать мелодию из контактов, адресной книги. Либо вызовы, которые не занесены в контрактах. Можно также ставить свои рингтоны на смс, будильник. И мелодии на включение. Ну и на напоминалки. Соединение есть. Инкогнитое. Правда, у меня не рабочая карта, поэтому это не будет работать. Второй вызов. Ежеминутный сигнал, а так далее. На настройках телефона есть сигнал при нажатии клавиш. Автоматическое выключение даже имеется. И мастер памяти. Мастер памяти. Через него можно удалять файлы, которые даже защищены от удаления. Может, вот этот файл защищен от удаления, а мы можем его удалить здесь. Через вот это самое место можно запускать видео, если оно имеется. В телефоне сейчас его нет, но через эту программу можно, через вот этот пункт меню можно реально просматривать видео. Возможности, то есть получать, а просто через файлы, оно видео не читается. Скорее всего, возможность просмотра видео здесь есть, просто она тут программа сблокирована. Карт-эксплорер, это, собственно, форматировать или сбросить все настройки как стандартно. Часы, время и дата. Часовые пояса, опять же. Буддийский год есть. Непонятно, нафиг он кому нужен. Но такой появился в C75. В C65 нет его. И я вообще не понимаю, зачем он нужен. GPRS и инфракрасный порт. И блокировки, пин-коды и все такое. Сеть, аксессуары. Теперь пройдемся по файлам. Собственно, здесь в русской локализации также имеется различие. В C65 русские, это, картинки, это рисунки, а скины, это цветовые схемы. А здесь было раньше так. Здесь так же, как в C75 по локализации. Хотя в английском там нет его различий. Собственно, картинки. Картинки из тем имеются. Мы их уже посмотрели, так что не будем пролистывать. Есть картинки для отправки EMS. Такие вот. Встроены несколько картинок. Есть рамки. Есть в телефоне специальное приложение. Такое фотоэдитер. Называется. И что вот такой нюанс в этой прошивке. Это то, что когда формат вот этот BMP, а следующий это PNG. То мы видим вот эту надпись недолго. Пожалуйста, подождите. Чего не было в C65. В C65 все быстро сразу пролистывалось. И это особенно заметно, если включаем мы на полный экран с помощью решетки. Что выходит из этого режима. В C65 этого не было. Это было. Это появилось в C75 и перекочевалось сюда. Рамки. Есть иконки также для фотоэдитора. Logos. Это то, что можно вместо логотипа оператора поставить. Можно свои добавлять. Вот тут также. Здесь GIF, а тут JPEG. Тоже переключение такое вот. Для MMS, конечно же, картинки. Которые тоже впечатляют. В принципе, это мы уже все видели. Картинки для фона рабочего стола имеются. Их тут немало. Ну и фотографии, которые я делал с этого телефона. Купленова даже снимал. Машину. Это на огороде что-то делали. Sony Ericsson W800i. Полка, собака. Наша Лида. Дальше. Анимации. Анимации, во-первых, из тем. Каждая анимация присутствует. Заставку. А также при вводе пин-кода. И просто плашки, где... Да, пожалуйста, подождите. На EMS также имеются анимации. Здесь они все абсолютно те же, что и были в C65. Абсолютно все те же. Футбол тоже. Фунфейер, конечно же. Правда, вот в C75 и даже в CX70. Вместо вот этой надписи, там было написано... Там было другое написано. Ну-ка, сейчас даже посмотрим. Долфин, давайте. Свечон. Вот такая надпись. Mobile phones в конце было. А здесь, как в старых, как в C65, все то же самое. То есть, тут настолько пролинение, что даже не удосужились изменить название. Хотя тогда было актуально уже другое название. А, собственно, при включении здесь Siemens Mobile. Хотя в это время уже просто Siemens писалось. Вот была модель C65, где были старые надписи. А потом вышла еще специальная версия SP65, в котором во всех заставках надписи изменили. Почему здесь не изменили? Вот, даже я, мне кажется, смог бы изменить. Я даже, наверное, попробую сам это потом изменить. Для эксперимента. Может, даже на влогом канале покажу. Есть анимации для ММСок. Также. Миссию. Анимации для заставок. Вот это, вот это моя любимая. Она в детстве моем на включении в C65 стояла. Твистер имеется. У Siemens Mobile тоже есть. Правда, у темы Siemens Mobile здесь другая картинка на заставку. Здесь она вот такая. Но это зависит от версии телефона, от прошивки. Вот, собственно, как вот тут выглядит, а как здесь. Здесь более как-то прикольно, я бы сказал. Но это в более ранних моделях так было, в C65. Более поздних вот это же тоже было. Различалась там тема. Такие нюансы все рассказываю вам. С UN тоже анимации имеются. У этой темы вообще, кстати, нету надписи никаких. Ни при включении, ни при выключении. Для рабочего стола есть анимации. Ну а теперь по звукам пройдемся. Это, собственно, стандартная тема Siemens. И звуки при включении и выключении темы сити. Есть для EMS рентоны в формате IMI. Анимации в формате IMI. Тут формат WAF, здесь MID тоже сопровождается вот этим вот делом. Переключение, чего не было в C65. Есть встроенные рентоны медийные, тоже более интересные. Которые тоже здесь один в один те же, что и в C65 были. КОНЕЦ Есть еще папочка с такими рентонами. КОНЕЦ 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 Так вот еще винтоны из тем. КОНЕЦ Есть еще рентоны предыдущего владельца. Правда, я их перекочевал сюда. Правда, здесь их толком не было. И я сюда, короче, перекачал несколько рентонов с другого телефона, который я покупал с Avito. Давайте несколько штук посмотрим. Тут есть много русских хитов того времени. И не только русских. Субтитры сделал DimaTorzok ВОДЕЛЬНЫЙ Это из встроенных. Да, прошлись по рингтонам. Ладно, больше не буду напрягать вам мозг. Мы посмотрели уже цветовые схемы. Это поменять фон в меню, изменить тему, но при этом не изменяя анимации и фон на рабочем столе и звуки. Собственно, есть четыре встроенных приложения Download Assistant, MRG Phone, PhotoEditor и SurvivalDictor, SiemensFM, я вкачиваю, это такой файловый менеджер, очень удобный, многофункциональный. Давайте посмотрим Download Assistant. Фотоэдитер я особо не буду показывать, я показывал его в других обзорах на SiemensFM. Помогу вам загрузкой и не только. Давайте попробуем, хотя у нас не рабочие сим-карты. Собственно, вы сами звук этот слышите, что недоступен абонент или что-то типа того. в папку разное, собственно, попадают вот сюда, попадают файлы SICK порта. Собственно, если заглянуть в список вызовов, то теперь видно, что по этому номеру совершался вызов через это приложение. Собственно, именно G Phone Book это типа список экстренных вызовов из разных стран. Паркан. Правда, непонятно, зачем все эти загрузки нужны. Ну, давайте Австрия. Коды страны, милиция, скорая помощь. Понятно. Не будем особо с этими церемониться. Survival директоры или что там. Это там, короче, советы по выживанию всякие. Ну, а фотоэдитер это, там, сынки немножко химичные. Здесь есть две встроенные игры, это Bubble Boost и Photo Pet. Вообще, в C65 было помимо этих игр еще две. Это Stack Attack и Wappa Junior. Здесь только две, давайте побыстренько взглянем на обе. Bubble Boost собственно телефоны sims довольно медленно игры загружаются не быстро но собственно говоря да я уверен тем не менее они работают инструкции все тут блин она пропустим это дело короче говоря это платформер который я правда ни разу не прошел он довольно сложный собираем вот эти вот фигни и проходим уровне находим ключ сначала розовый собственно вот мы его нашли единственное что неудобно это то что клавиша вот это вот браузера на слишком близко к двоечке находится из-за чего можно случайно нажать . сохранения текпоинт прошли первый уровень дальше тут еще и враги появляются давайте следующую игру так телефон купить немного фото пэд фото пэд это такой тамагочи с тем же персонажем причем о чем говорит иконка даже у игры звук видимо я выключал тут можно его включить давайте новую игру я пофигу я не проходя эту игру не проходил ну вообще пофигу какое имя короче мы должны фотографировать здесь тот свет который мы пара который нам показывать внизу ну тут разноцветный можно я сфоткаю да мог да разрешить вот эту фигню сфоткаю а там иногда будут требовал просить еще светлая сфоткать либо наоборот темная короче надо будет временами давать питомцу еды играть с ним в игры укладывать спаде так далее мыть и собственно будет расти и нам будут всякие бонусы там прибавлять можно было можно вроде как даже было обмениваться своими дружками с другими пользователями игры такая собственно игра аккумулятор уже садится я тут еще закачал несколько игр вроде gravity the fight кто хочет стать миллионером змейки танчиков так вроде по телефону все посмотрели теперь я думаю самое время выключить собственно по итогу чем можно сказать телефон на является почти практически полной копии c65 разве что есть небольшие отличия в дизайне и конечно прошивки стоил он где-то 3000 рублей с чем-то 2005 году но 2005 год был уже закатным годом для компаний сименс 75 серия и 7 и 72 в том числе уже не могла на рынке конкурировать полноценно и короче том же году бенки выкупила компания и собственно поздно поздно по иконочке которая была внутри телефона когда мы крышку снимали можно было уже понять что этот телефон был выпущен уже под нее которая собственно уже на следующий год банкротом себя объявила и это был к это был крах для мобильного подразделения компании сименс а все потому что телефоны сименс не славились хорошими камерами не славились быстротой и не славились качественным динамиком ну и не только в принципе экрана у них у всех не очень насыщенные были в том числе в люди их последнее время в основном брали в основном из-за невысоких цен но конкуренты вроде тех же sony ericsson уж особенно nokia сильно переплевывали сименсов поэтому к сожалению компанию сименс мобайл ожидал такой вот крах на сегодня все с вас и кодписаться с меня эпичные видосы тем не менее сименс навсегда остается в наших сердцах и телефоны от этой компании еще возможно будут на канале подписывайтесь на влоговый канал спадеру вконтакте и всем пока